Пылесос – одно из самых важных технических приспособлений для современной домашней хозяйки. И как же выбрать для себя правильную модель пылесоса, когда на рынке столько, много моделей пылесоса? Подскажет нам сегодня наш эксперт Володя, и при нем вы видите один продукт из 10 топовых продуктов нашего магазина – пылесос «Буран». Чем же особенен этот пылесос, и почему именно эту модель мы рекомендуем нашим дорогим телезрителям? Сегодня мы хотим представить нашим телезрителям пылесос циклонного типа, то есть тот пылесос, который работает без мешков для сбора пыли по принципу инновационной технологии «Циклон». А что же означает эта инновационная технология «Циклон»? Потому что есть такое природное явление «Циклон», я знаю. Каким образом это природное явление связано с нашим пылесосом? Вот абсолютно верно, Ань. Чтобы понять, в чем преимущество и в чем все прелести технологии «Циклон», достаточно вспомнить то самое природное явление. Что такое «Циклон»? «Циклон» – это вихрь, это потоки воздуха, которые движутся в атмосферной среде, и в центре этого движения образуется отрицательное давление по принципу центробежной силы. Так вот, это отрицательное давление и помогает как раз нашему пылесосу «Буран» увеличить мощность всасывания. То есть этот пылесос мощный не потому, что у него мощный мотор, а потому, что в нем как раз-таки инновационная технология «Циклон», и он мощный как раз-таки из-за этой технологии, из-за принципа вихря. Абсолютно верно. Несмотря на то, что мощность мотора в нашем «Буране» всего 1400 ватт, мы можем смело сравнить этот пылесос с любым другим пылесосом, который используется с мешками для сбора пыли, с мощностью 3000 ватт. Именно благодаря вот этой вот технологии «Циклон», именно благодаря этому отрицательному давлению, мощность всасывания этого пылесоса настолько велика, что ему под силу любые загрязнения, которые могут быть в вашем буране. Ну вот давай мы продемонстрируем эти загрязнения, потому что вот мы как раз на пол поселили такой замечательный ковер с очень высоким ворсом, на котором как раз-таки очень трудно удалять загрязнение. Достаточно высокий ворс, и не всегда удается хорошо очистить этот ковер, но нашему «Бурану» все по плечу. И прямо сейчас я хочу продемонстрировать тебе и, конечно же, нашим телезрителям, насколько просто и легко наш «Буран» забирает все загрязнения с этого коврового покрытия. Абсолютно просто и легко он справляется с любыми загрязнениями. Вот здесь вот у нас немножко пыли и грязи. Если вдруг что-то случайно вы опрокинули на ваш ковер, будь то детские завтраки, конфеты, ну или просто какая-то пыль, наш «Буран» абсолютно спокойно и без различного рода затруднений справится с любыми загрязнениями. Действительно, щетка с мощностью циклона высасывает загрязнение из ворса. До основания ковра, до основания ковра, несмотря на то, что достаточно высокий ворс у нашего коврового покрытия. Хочу также ответить, что наш пылесос предназначен для очистки любых абсолютно поверхностей, будь то линолеум, ламинат, паркет или кафельная плитка. «Буран» справится с абсолютно любыми поверхностями, и все щетки, все насадки уже входят в комплект поставки. То есть вам абсолютно не придется заботиться о том, чтобы какие-то специальные насадки для него покупать. Вот таким образом мы с легкостью справились и очистили наш высоковорстный ковер до основания, я уверяю вас, до самого основания, до последней пылинки. Но это были крупные загрязнения, да, которые без труда, в общем-то, засосет тот пылесос, про который ты сказал, 3000, у него мощность ватт. С мешком для сбора пыли. Да, с мешком для сбора пыли. Если мы рассыпем вот такие, сделаем мелкие загрязнения, которые моментально, они просто вбились в ворс. Нашему «Бурану» все по плечу, и даже такие мелкодисперсные, мелкие загрязнения с легкостью мы можем удалить с нашего коврового покрытия, поскольку наш «Буран» настолько мощный, что он до самого основания сможет очистить и соль, и сахар, и любую другую крупу. Есть еще что-нибудь рассыпать для того, чтобы я смог убедить тебя в том, что наш пылесос достаточно мощный? Да, любые мелкие макаронные изделия, все это с легкостью мы очищаем полностью с помощью «Бурана». Я напомню, что мощность его составляет лишь 1400 ватт, но благодаря современной технологии «Циклон» его мощность можно сравнить с любым другим пылесосом, с мешком для сбора пыли, в 3000 ватт, что достаточно много. И еще есть одна очень хорошая особенность, которая заключается в том, что мощность всасывания «Бурана» она не зависит от степени наполнения нашего резервуара для сбора пыли. Действительно, это так. Я могу подтвердить. Если мы говорим о пылесосе, где собирается мусор в мешки, если он наполняется всего лишь на одну треть, пылесос начинает уже меньше. Вот этот всасываемый эффект у него становится меньше. Что нельзя сказать о нашей модели «Буран», при котором сколько бы мусора и сколько бы жидкости, забегая вперед, я хочу сказать, не было бы в этом резервуаре, наш пылесос работает с постоянной мощностью. Мощность не уменьшается. Мощность всасывания остается постоянной, константной, и абсолютно не зависит от того, насколько наполнен резервуар. Посмотри, Анечка, как просто очистить этот резервуар от того, что мы уже успели собрать на нашем ковровом покрытии. Вот это для женщины очень важная деталь, потому что не каждая, мне кажется, разберется с этим резервуаром, с которым ты так легко обращаешься. У нас есть лишь два фиксатора. Посмотри внимательно. Все, что еще несколько секунд назад находилось на поверхности нашего коврового покрытия, мы смело собрали наш пылесос и очистили его до самого основания. Однако, знаешь, я что вижу в этом мусоре? Не только вот то, что мы рассыпали конфеты, макарончики и келлакс, а здесь находится еще и пыль, мусор, который, в общем-то, ковер у нас не новый, который был в глубине этого мусора, и пылесос очень мощный. У него засасываемость, скажем так, он высосал и вычистил его до основания. Да, несмотря на видимую частоту этого коврового покрытия, все-таки нам удалось извлечь из него еще огромное количество пыли, огромное количество разных мелких частиц. И хочу отметить еще и тот факт, что все эти частицы остались внутри пылесоса. За счет чего? Наш буран, он не только всасывает в себя всю грязь, он еще и оставляет ее внутри. Почему так происходит? Почему? Потому что у нас современная, друзья мои, трехступенчатая технология фильтрации. Один из фильтров, один из фильтров, уникальный фильтр, который носит название система хепафильтрации. Что означает эта система? Это означает то, что даже самые мелкодисперсные частицы, они остаются в этом фильтре. Знаешь ли, что такое мелкодисперсные частицы? Ну, я так предполагаю, что это очень-очень мелкие. Совершенно верно. Это частицы, которые имеют размер меньше 2,5 микрон. Так вот, все эти мелкие частицы, они остаются внутри этого хепафильтра. Благодаря этому воздух, который у нас остается после уборки, очищается на 99,95%. Мы смело можем сказать, что буран делает не только чистым ваш дом, но и воздух в нем. Это важно еще, если посмотрим с другой стороны. Когда я, допустим, делаю дома уборку, и если пылесос я поверхности, то пыль, которая поднимается, она осаждается на мебели. То есть за счет как раз-таки вот этой фильтрации не будет этого эффекта. Когда вы пропылесосили полы, когда вы сделали внизу уборку, у вас пыль осела где-то на мебели, и вам нужно теперь делать влажную уборку, дорогие мои. У нас трехступенчатая фильтрация в этой модели пылесоса. Здесь находятся три фильтра. Это один из самых главных хепа-фильтр, который мы только что продемонстрировали, который собирает мельчайшие частички, и который, кстати, у нас очень легко очищается под струей проточной воды. Чем и прекрасна эта модель вот для меня, что каждая ее деталь может очищаться просто водой, и не содержит она дополнительных вот этих вот пакетиков, которые собираются, пыль, за которые вы платите, и которые также уменьшают мощность вашего пылесоса. Какие же еще здесь находятся дополнительные фильтры? Кроме хепа-фильтра, того самого замечательного и самого знаменитого фильтра, у нас еще есть два фильтра, которые очищают. Это вот такой вот мелкопоролонный фильтр, который защищает или поддерживает наш хепа-фильтр. Ну и, безусловно, выходящий воздух у нас фильтруется еще одним фильтром. Таким образом, как я уже говорил, практически на 100% очищается у нас с вами воздух. Давай скажем точную цифру. 99,95% чистота воздуха при сухой чистке. Конечно же, это очень и очень обрадует тех людей, которые страдают аллергией, то есть те самые частицы, которые могут вызвать аллергические реакции. Они все остаются внутри этой трехступенчатой системы фильтрации, и вы получаете абсолютно чистый воздух в вашей квартире после уборки. Ну а у нас здесь есть еще одна дополнительная фильтрация, которая самая такая пикантная изюминка этой модели. Совершенно верно. Кроме того, что буран пригоден для сухой чистки, для очистки сухих поверхностей, мы еще можем использовать и вот этот вот резервуар для сбора пыли в качестве аквафильтра. Что означает аквафильтрация? Это означает, что добавив лишь небольшое количество воды вот в этот вот резервуар, наш пылесос превращается в пылесос с аквафильтром, и это еще дополнительно увеличивает чистоту. Это стопроцентная очистка не только полов, но и воздуха в вашей квартире. Но еще также мы можем использовать этот пылесос не только для сухой чистки, но и также для уборки влажных поверхностей. Вот что происходит, например, со мной и с некоторыми такими растяпами, как я. Я люблю пить чай на полу. И нечаянно пробежал мой ребенок или мой кот, и ах ты, боже мой, что же тут произошло? И легким движением руки наш замечательный эксперт уже меняет насадку на нашем пылесосе. И справляется с жидкостью, которую вы пролили на пол буквально за несколько секунд, не оставляя никакого следа на любом из покрытий. Как я уже отмечал, пылесос предназначен для уборки любого типа поверхности, как гладких, твердых, так и борсинистых, в том числе и жидкости. Аня, посмотри, как часто бывает и та ситуация, когда сидят перед телевизором. Давай мы еще продемонстрируем. Да, абсолютно. Но чтобы не быть голословным, я хочу предложить тебе, как бы случайно, некоторое количество жидкости опрокинуть на наше ковровое покрытие, на наш замечательный ковер, чтобы мы могли с нашим телезрителем продемонстрировать еще и как просто, и как абсолютно без каких-либо усилий вы сможете собрать жидкость еще из ковровых покрытий. Очень часто многие делают ошибку, опрокинув какую-либо жидкость, пролив что-либо на ковер, начинают промокать какими-то... Тем самым грязь вбивается глубоко в горс, и уже ее никак оттуда не достанет. И абсолютно никак ее отсюда не достать. Что делает наш буран? Он всасывает всю жидкость из ковра до основания. И уже после этого, можете еще раз для того, чтобы быть уверенным, чтобы ваш ковер остался сухим, вы можете еще раз промокнуть и дождаться высыхания до... Скажи, пожалуйста, а насколько объемный этот резервуар, в который попадает эта жидкость? Сколько можно максимально жидкости поглотить вот этим пылесосом? Максимальное количество жидкости, которое может поместиться в этот резервуар, составляет 2,8 литра. Это на самом деле не маленький объем. И еще раз хочу обратить внимание, что для того, чтобы использовать этот пылесос в качестве пылесоса с аквафильтрацией, достаточно добавить лишь порядка полулитра-литра воды, и тогда грязь, которая в сасываемом воздухе присутствует, она еще и очищается аквафильтром, очищается водой. А вот тебе, знаешь, на этом месте каверзный вопрос. Что будет, если я слишком много воды предложу этому пылесосу? Вот он, наверное, сломается, попадет вода в мотор. Есть ли какая-то такая система, которая будет предохранять механизм пылесоса для того, чтобы он не испортился? То есть, если я правильно понял, ты переживаешь за то, что слишком большое количество жидкости попадет в резервуар, и он вдруг, захлебнувшись этой жидкостью, сломается. Этого не произойдет, потому что наш буран оснащен специальным клапаном, который подскажет, что жидкость из резервуара должна быть вылита, и только после этого мы можем вновь пользоваться им в качестве сбора, в качестве такого прибора для сбора жидкости. На самом деле, большое количество жидкости. Я бы хотел продемонстрировать, как много, как много входит в это. Загрязнений попало вот в этот резервуар. И загрязнений причем и сухие, и мокрые. И сухие, и мокрые. Буквально литра два разлили жидкости, и все попало в этот резервуар, который вы легко очищаете, выливаете эту жидкость или мусор просто в мусорное ведро, и под потоком проточной воды все детали, включая наши замечательные фильтры, вы промываете, и только нужно им дать просушиться. После этого вы используете пылесос и всю трехступенчатую систему фильтрации дальше. Мы не зря выбрали для нашего телемагазина и предлагаем вам эту модель, потому что это действительно инновационная система. Эта модель Буран и обладает потрясающей мощностью. И чтобы просто так не бросать слова в атмосферу, мы подготовили некоторые опыты. И вот этот замечательный предмет весом 3-4-5 килограмм стоит здесь не зря. Это самый настоящий шар, который мы взяли на прокат в боулинг-клубе. И хотим вам продемонстрировать, насколько мощный этот пылесос Буран, что он может затягивать даже такие тяжеленные предметы. Абсолютно верно. Наш Буран обладает такой мощностью, что он сможет удержать на весу этот самый настоящий шар для боулинга. Именно это мы сейчас, Аня, с тобой продемонстрируем всем нашим телезрителям. Итак, вы убедились в том, что это самый настоящий шар, достаточно тяжелый шар. Если вы хоть когда-нибудь играли в боулинг, вы меня поймете. И наш Буран без труда способен удержать этот шар на весу. И это ему абсолютно ничего не стоит. С легкостью. Нужно даже приложить некоторые усилия, чтобы этот шар отсоединился от нашего мощного пылесоса и вновь оказался на полу. Мне бы очень хотелось еще раз обратить твое внимание, что достаточно вместимый у нас резервуар и достаточно большое количество жидкости может поместиться в нем. Вот здесь мы приготовили чашу. Около трех литров жидкости здесь. Около трех литров, да. Два с половиной, три литра примерно здесь находится. Опять же, лишний раз продемонстрировать мощность этого прибора, потому что воду всосать тоже нужно силы приложить. Правда? Все очень и очень просто. Мы просто помещаем основание от пылесоса в резервуар. И вот два с половиной... За считанные секунды. За считанные секунды два с половиной литра жидкости оказывается в нашем пылесосе. А вот ты знаешь, что я хочу показать? Здесь как раз таки сработала вот эта система, которая предохраняет от поднятия лишней воды, и пылесос больше не работает. Здесь сработал вот этот поплавок, который и перекрыл все это дело. Это значит, что буран подсказывает нам, что нужно очистить этот резервуар, просушить все его детали и использовать в качестве сухой либо влажной уборки в вашем доме. Итак, дорогие мои, если мы вас не убедили, кто же убедит вас еще? Наша сегодняшняя видеодемонстрация не зря, потому что это один из топовых продуктов нашего телемагазина. И рекомендуем мы ее для вашего домашнего хозяйства не зря, поскольку это очень экологичный прибор. Трехступенчатая система фильтрации. Гепофильтр, аквафильтрация. Еще один дополнительный фильтр, который находится на моторе. Это и замечательные аксессуары, которые принадлежат к этому пылесосу. Это его удивительная мощность, инновационная технология «Циклон», который наш дорогой эксперт так очень красочно описал. Это экономичная модель, потому что при всей его мощности, которую мы продемонстрировали вам, он потребляет энергии всего 1400 ватт. И это еще одна очень немаловажная деталь для вас, мои дорогие домашние хозяйки, которую мы еще не осветили. Это то, что у этого пылесоса очень длинный кабель. И радиус действия этого пылесоса на 8,5 метров. То есть, если вы включили его в электрическую розетку, 7 метров кабель и вот эта вот замечательная труба, полтора метра. Представляете, сколько квадратов жилплощади вы можете обслужить этим пылесосом. Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас сделать ваши звонки к нам в телемагазин и по акционной цене приобрести такой инновационный прибор в ваше домашнее хозяйство. Звоните прямо сейчас и заказывайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!